Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы с вами продолжаем проходить Phoenix Point. В прошлой серии мы зачистили гнездо пандаранов. Миссия была достаточно неприятной, в особенности этой черной карты, где не было видно абсолютно ничего. И в конце серии мы здесь немножко поисследовали вот эти знаки вопроса и нашли очередную местность ресурсами. Предлагаю сегодняшнюю серию именно с этого и начать. Так, в принципе ресурсов у нас сейчас достаточно мало, это будет для нас полезно. Так, смотрим по снаряжению. Вроде бы у всех все в порядке. Так, ну разве что... Разве что... Ну да, дельспасных обоим нету, поэтому начинаем. Сейчас постараемся сохранить как можно больше бочек, потому что ни технологий, ни материалов у нас нет, соответственно, что-то построить или произвести у нас сейчас не получится. Но опять же таки, повторюсь, что миссии подобного рода, они достаточно необъективны, потому что противник может отрезать банально на этих почках, и как бы ты ни старался, но не сможешь ты спасти нужное тебе количество. Так, смотрим, что и чем нас здесь наградили. Шесть бочек. Так, вот вижу две. Вижу три-четыре. Так, а вот вижу пятую. Ну, как минимум одну бочку мы точно спасем. Так, а где шестая бочка? Ну, не знаю, что-то я... А, ну вот же она. Да, вот она спряталась. Эту бочку тоже, скорее всего, мы спасем. Опять присутствует туманный страж. Что он делает, кроме выпускания тумана, я не знаю. Ну, опять неудачный респ. То есть, если бы снайпер стоял где-нибудь здесь, он сразу смог бы произвести два выстрела прицельных по нему. Но игра решила иначе. Ну, как говорится, не нам ее за это судить. Эта игра, на самом деле, действует временами достаточно некрасиво. То есть, ставит игрока в всякие условия, при которых невозможно как-то хорошо себя показать. То есть, как ни крути, а все равно в минусе останешься. Ну, сейчас вот достаточно неплохой резк противника. То есть, он не с самого начала боя начнет отстреливать по этим бочкам. То есть, у нас есть хоть какой-то шанс оказаться у них раньше, чем он. И это не может не радовать. Так, берсерка мы пока переключим на пистолет. Боюсь, что здесь тоже будут противники. Соответственно, это здание тоже надо будет как-то зачищать. Давайте берсерка сюда подведем. Чтобы в случае чего он ворвался туда с молотом на изготовку. Ну, а сейчас просто поставим приготовность. И будем потихоньку ждать противников. Да, надо еще выдать снайперу пистолет, потому что просто одна снайперская винтовка. Ну, достаточно неприятно. Так, пил мимо. Ну, неплохо. Ну да, и у них у всех гранатометы, насколько я понимаю. Я даже не знаю, как это комментировать. Просто кривой чудак. Вот что это? Как? Как ты в нее попалась? Смотрите, главное... Хотя, не знаю. У них, наверное, ничего, кроме оружия-то не повредилось. Да, то есть они как бы урон-то не получили. Просто повредили вооружение. Кто это был? Это был Бейв Кэтджек. У него прозвища нет, но... Есть у меня один вариант, как его назвать. Возможно, даже и назовем его так. Так, первый прицельный выстрел. Второй прицельный выстрел. Знаете, даже я, наверное, уже пожалел о том, что дал снайперу вот этот навык, который режет скорость, но дает скрытность. Потому что теперь, чтобы стрелять, он просто должен не шевелиться в начале хода. Это достаточно сложно. Так, пробуй. Ну, на самом деле, шанс попасть не очень высокий. Давайте попробуем подойти на рыбке. Эта миссия легкая, то есть здесь много противников не должно быть. Поэтому можно действовать достаточно нагло. Подходить ближе. И расстреливать просто в упор. Подводим еще одного штурмовика. Надеюсь, что он уже его добьет. Да. Туманного стража пока стрелять не будем. Я так понимаю, он еще не осознал, что мы здесь. Замечен враг. Так. Так, 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 так. Это неприятно. И у него есть гранатомет. Хм. Хм-хм-хм. Никто его не видит, но в случае чего... Ну, давайте поставим приготовность сюда. Пистолетного берсерка подведем сюда. Ну, кстати, ну да, он его не видит. То есть прямой видимости нет. Снайпер у нас отстрелялся. Так, еще один наш берсерк. Если мы подведем сюда... Сколько раз он сможет выстрелить? Один? Один, два. Даже он отсюда сможет два раза выстрелить, но при этом он словит гранату. А, или не словит. То есть он должен зайти сюда, чтобы выстрелить гранатой. Ну, давайте попробуем рискнуть. Черт, побери, еще один. Ну, куда столько-то? И тоже с гранатометом. Да, тоже с гранатометом. Потрясающе. Прекрасно. Замечательно. Да. Неприятно. Ну, один гранатометчик побежал куда-то в неведомой дали. Второй выскочил на нашего штурма. Ну, нет, нет, нет. Ну, ты прям нарываешься на это прозвище. Второй раз за бой ты уже творишь какую-то несусветную дичь. Так, есть у нас еще хэдкрабы здесь. Так, так, так. Ну, наша задача номер один. Выбить этого артрона. Да, мы с ней прекрасно справились. Хэдкрабы кто видит? Снайпер. Ой, нет, 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 снайпер. Снайпер, стой пока. Снайпер хэдкрабы не видит. Тяжелый пехотинец даже пробовать смысла нет. Туманного стража, конечно, можно попробовать выстрелить. Да. Теперь его сможет добить снайпер. Даже без срочного выстрела. Так, что делать с этим гранатометчиком? Как он здесь может выйти? Он здесь может вот так пройти. Он сможет, наверное, через это окно перелезть. Сможешь ли ты как-то его удивить? При этом самому не удивиться. Теперь осталось два хода. Пробуй. Ответного огня у него нет. К сожалению, мы не видим. А, нет, немножко видим. Ну, давайте попробуем. Что, простите? У него же нет значка ответного огня. Почему он выстрелил в ответ? Это как-то переработали или что? Почему он стреляет в ответ? Где значок ответного огня? Где навык ответного огня? Что с тобой опять не так? Давайте здесь поставим боеготовность, чтобы встретить этого хэдкраба. Даже не знаю, стрелять ли еще раз. Давайте поставим боеготовность. Гранатомет, конечно, будет неприятен, но... Много урона он нам не нанесет с этим выстрелом. Да. Третья твоя попытка. Да неужели? Ну, просто шедеврально. Ну, просто шедеврально. 20 урона. Что ты хочешь сделать? Ты хочешь больно сделать? Ну да ладно. Значит, пришло время. Ближнего боя. А сейчас появился значок ответного огня. Забавно. Значки здоровья исчезли. Значит, миссия завершена. Ну, не скажу, что она прошла гладко. Получили мы совершенно лишние ранения. Но при этом сохранили все ресурсы. Это не может не радовать. И в этой серии, наверное... Так, что нам дали? Магазины для снайперской винтовки. Аптечку для нового ерехона для автомата. И стрелы для арбалета. Болты, точнее. Так. Что же мы займемся? И чем мы займемся в этой серии? Есть у нас вариант сделать сюжетное задание для нового ерехона. Но я пока не хочу туда лететь. Потому что боюсь, что миссия эта будет достаточно сложной. Давайте попробуем найти в этой серии базу феникса в Центральной Африке. То есть будем исследовать вот эти знаки вопроса. Сейчас здесь закончится сканирование. Мы запустим его где-нибудь здесь. И я все-таки хочу поменять одного из берсерка, который пистолетный, на штурмовика. Буду прокачивать еще одного штурмовика потому что два берсерка в одной команде ну мне по крайней мере не нравится. Так, у нас появились ресурсы. Давайте построим что-нибудь на базе. У нас уже ведется строительство лаборатории. Что можем построить? Спутнивый комплекс, генератор, жилые помещения, центр подготовки, завод, лифт, склад. С одной стороны, конечно, мне хочется построить завод. Это даст нам возможность быстрее производить предметы. Два раза быстрее. Ну и центр подготовки тоже мне хочется. А, нет, он у нас уже есть. Медпункт. Также стоит построить нам и жилые помещения. Но с другой стороны, жилые помещения у нас появятся, когда мы найдем новую базу. Но когда мы ее найдем? Или построить генератор, чтобы больше энергии было изначально. Нет, давайте построим все-таки завод. Потому что снаряжение у нас строится сейчас очень долго. Просто очень долго. Ну, никуда это не годится. Так, давайте, значит, сейчас мы вернемся на базу. Оставим там одного штурмовика. Точнее, не штурмовика, а берсерка. Так, здесь вот нападение. В принципе, можно это задание тоже выполнить. Так, ты у нас повысился. Да, видите, он повысился пассивно, просто сидя на базе. У него плюс точность, минус 10 к урону. Штурмовик, уберем рывок. Плюс точность, минус 10 к урону. Давайте возьмем точность ему. В принципе, навык весьма полезен. Так, ты. Вроде бы все в порядке у тебя. Так, давайте, вот этого бойца мы оставляем на базе. Вот этого бойца мы берем с собой. Теперь разберемся со снаряжением. Так, ты. Отдай все, что у тебя есть. Давайте снарядим его. Как раз снаряжение штурмовика. Одна бойца сойдет. И видите, у нас появился бульдог. Давайте его отдадим Лис и Клер. Соответственно, пускай она им пользуется. Свободные боеприпасы мы... Сколько здесь? 21, а здесь 17. Ну и ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Просто потому, что у нас не очень часто он стреляет из пистолета и 17 выстрелов ему вполне хватит. Здесь появилось новое исследование внех нергала. Ну да, это пистолет. Свидетели она. Ну, видите, здесь защитников больше, чем нападающих. Поэтому давайте немного отдохнем. Восстановим свое здоровье. Так, и стоит ли брать Берсерк сейчас? Ну давайте, да, восстановим. Так, еще немного. Да, и давайте вот сейчас попробуем успеем мы вмешаться в это нападение, чтобы немного получить ресурсов. Да, успели. Здесь минус 1. Это с кем? С новым ерехом. Понять у нас на минус 1. Это не страшно. Зато мы получим большое количество ресурсов и к тому же, может быть, получим какое-нибудь снаряжение. Что для нас сейчас будет очень полезно. И также сейчас можно будет провести еще одну миссию по ресурсам. То есть у нас такая серия будет сбор ресурсов для дальнейшего развития. И поисследовать его в Центральной Африке знаки вопроса. Может быть, наконец-то мы найдем уже нашу вторую базу. станет гораздо нам полегче. Ну, не гораздо, но возможности у нас станет больше. Так, смотрите. Ну, карта-то совсем другая по сравнению с тем, как мы сражались на которой за последователей Ану. здесь такие монументальные строения. Что-то нам надо защитить. А что это? К сожалению, не написано, что это. Какой-то алтарь. Так, мы в самом центре этой карты. Противник может прийти откуда угодно буквально. Давайте попробуем нашего тяжелого или нет пока. не, давайте не будем его закидывать. Давайте просто займем. Так, у нас сюда вряд ли кто-то появится. То есть, откуда сзади могут они прийти? Нет, сзади точек выхода я не вижу. То есть, и вот точки выхода, вот с этой стороны много. Здесь точка выхода и здесь точка выхода. Отсюда, ну, если бы кто-то вышел, они бы уже здесь были. Поэтому. Давайте все-таки тяжелого пехотинца мы закинем на самый верх. Чтобы он просмотрел вот эти точки. Да, замечен враг. С гранатометом. Прекрасно. Мой любимый. Штурмовик двигается вперед. Испытывает свой новый автомат. Давайте, наверное, еще потратим очки воли, чтобы наверняка разобраться с ним. Прекрасно. Ну, конечно, мы здесь бы убили его и с его штатного вооружения, но, тем не менее. Так сказать, первое полевое испытание автомат прошел успешно. Так, это у нас Кристоф Эмпсон, наш новобранец. Ну, практически новобранец второго уровня. Встанем здесь на боеготовность. Это наш самый меткий стрелок на Диком Западе. И наш Берсерк. Давайте пока сместимся куда-нибудь сюда. Берсерк даже не буду ставить на боеготовность, потому что вероятность попадания с пистолета с такого расстояния, но она крайне мало. Так, я вижу, что игра в очередной раз нас обманула. Какого черта они появились здесь, если здесь нет точек выхода? Как это понимать? Ну, не знаю, у меня опять нет слов. Что это игра? Как это понимать? Почему ты пытаешься нас обыграть за счет каких-то нечестных маневров? Почему противник просто отреспался на вот этих ключевых объектах? Это же неправильно. Или как вообще резко происходит противник на карте? То есть зачем тогда показаны вот эти точки? Какую информацию они несут? Что отсюда кто-то сможет выйти? А остальные тогда как сюда попали просто десантировались или что? Если в прошлой миссии я игру похвалил за то, что она достаточно честно отреспила противников, то в этой миссии конечно она просто наверстала упущенная. А я их еще и не вижу отсюда. ну замечательно. Ну ладно, попытаемся спасти хоть что-то. Здесь в принципе не должно быть много противников. Поэтому попытаемся спасти максимум ресурсов, которые сейчас нам крайне нужны. Ну с одним алтарем мы прощаемся с какой-то бочкой. И вот что самое забавное слышно удары, но нам не показывают где бьют. Если уж вы воспроизводите звук, то будьте добры покажите где этот звук. Итого кажется четыре противника. Но если опять игра не решила нас обмануть. Два из них здесь. Даже не здесь. Вот один. Один здесь. Один здесь. И один где-то да а ты здесь. Молодец. Так 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 чтобы тебя увидеть. Замечен враг. Враг этот рукопаш на насколько я понимаю. Нет он с гранатометом но замечательно. давайте прекрасно одним меньше бочки я даже не буду открывать мы проверили уже все ресурсы из них по окончанию миссии автоматически отдаются нам давайте нам самым нашим метким стрелком заберемся повыше так у тебя есть да хамелеон боли он соответственно сможет спрятаться так 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 давайте встанем в укрытие потому что нет смысла стрелять два раза потому что уже после первого он уйдет в инвиз да замечательно судя по анимации он выстрелил из ладошки супергерои в очередной раз спасает мир что-то чё скажешь замечен враг где же замечено вот замечено ну давайте спрячемся от него давайте от него спрячемся так это наша лиса клер если сможешь пройти сможешь ну конечно ну нет это будет слишком долго давайте здесь попробуем зайти попробуем и еще наш берсерк также продвигается вперед замечен враг это где это вот здесь ничего себе ты глаза стоит ты тоже с гранатометом ну естественно как же вы же из дома без гранатомета больше не выходите еще здесь вот кто-то того сколько один два еще их четверо по всей видимости осталось ну по крайней мере я на это надеюсь давайте встанем в укрытие давайте сделаем боевой клич чтобы у этого противника осталось меньше ходов и встанем в ожидании а нет у нас еще остался тяжелый пехотинец можем мы прыгнуть вот прямо сюда но когда нет каких-то крупных тяжелых врагов вся задача тяжелого пехотинца в бою это перепрыгать со здания на здание потому что пытаться им выстрелить но это можно конечно пытаться но в большинстве случаев это просто пустая трата патронов потому что все выстрели летят мимо так ну один потратил ходы на убийство очередной бочки тоже нет ну да один раз выстрелил бочку здесь раненый парень ранил нашу лис и клер ну и здесь по всей видимости такой же артрон с рукопашным оружием и гранатометом так берсерк сможешь ли ты сможешь но обычной атакой так стрелять в туловище ну кстати посмотрите туловище у них стали гораздо бронирование да он снова ушел в инвиз но здесь мы сможем подбежать берсерком просто нос к носу с ним и и попытаться стукнуть его стукнешь стукнешь прекрасно так снайпер может у нас попробовать быстрого прицеливания еще одного убрать невероятно враг умер от попадания в локоть просто просто невероятно жестокая смерть еще один еще один аштритон давайте попробуем давайте попробуем нет попробовать то можно но не хватит давайте в голову он уходит в инвиз нам а мы ожидания снайпер на приготовленности лис и клер погиб разная Сколько мы потеряли зданий? Ну, 31% потеряли. То есть нам не так много ресурсов дадут теперь. Ну, кроме ресурсов, нам дадут еще содержимое вот этих ящиков. Будем надеяться, что там что-нибудь, ну, как минимум, неплохое лежало. Да, это кулак мордука. А это что такое? Зуб догона. Так. Оно дает аж кровотечение аж 30, ну, ничего себе. Магазин для ружья. Очень много патронов для пистолета поставителей Ану и аптечки. Отлично. Ну да, посетили Ану тоже выдали нам задание. Учитывая группа налетчиков, которые напали на убежище в этой местности. В общем, там кто-то их терроризирует, а они предлагают нам разобраться с ними. То есть это тоже сюжетное задание последователей, чтобы перейти с ними на новый уровень. Ну, на самом деле, говорил я, что я не дружу, не дружу с ними. А получается, что у меня пока самые хорошие отношения с ними. Забавно. Так. Ну, наверное, эту миссию мы уже оставим на следующей серии. Потому что здесь уже и так много провели. Давайте в конце серии попробуем поисследуемые вот эти вот знаки вопроса. Запустим здесь еще одно сканирование. И будем искать нашу еще одну базу Феникса. Да, и мы с первой попытки ее находим. Удивительно. Что у нас есть на этой базе? Есть генератор. Есть завод. Есть лифт доступа. Ну и, собственно говоря, все. Ничего построить мы, естественно, здесь не можем. Так, а почему у нас не прибавилось количество солдат? У нас же есть жилое помещение. А, оно у нас выключено. Или нет? А, или у нас? У нас есть завод. Потому что электрогенератор не работает, поэтому жилое помещение не работает. У нас есть здесь завод, но у нас нет дополнительной лаборатории. Интересно. Мемориальная база Саймс. Это мемориальная база Саймс. Найти базу Феникса в Южной Африке. То есть где-то здесь еще есть база. Ну да ладно. Давайте тогда исследовать еще вот эти близлежащие знаки вопроса. Так, 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 так. Вот, у нас достроился наш бронеавтомобиль. Давайте оставим его в точке Феникса. Оставим его в точке Феникса. То есть здесь он у нас. То есть на здесь бронеавтомобиле два бойца. Неплохо. Что у нас производится? Жарктиц еще одна. Пару шифров. Давайте, наверное, один уберем. Да, на громет нам не хватает ресурсов. На бульдог вот хватает. Ну давайте еще один бульдог, потому что он более эффективно себя показывает в бою. Здесь еще одна база Ану. Так, и почему? Я сейчас... А, вот все, появилось. Я задумался о том, что можем мы торговать нашими ресурсами, потому что у нас еды достаточно много. Но здесь, помните, раньше были... А, вот они появились. Просто нужно было немного приблизить. Так, 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 так. Еще одно задание на ресурсе. Уровень опасности низкий. Ну, давайте, наверное, на него... Тоже мы сходим, потому что миссии сегодня были достаточно быстрые и простые. Времени мы на них много не потратили. Поэтому сможем и здесь ресурсы забрать и запустить какое-нибудь строительство на нашей базе. А в следующей миссии уже выполним сюжетные задания. Или новые Иерихоны, или последователи Ану. Ну, конечно, миссию последователей Ану выполнять не особо хочется, но это ресурсы. Ану, конечно, дальше они пара.